Десять команд из трех стран Латвии, Белоруссии и России приняли участие в межгосударственном турнире по плаванию среди юношей и девушек в памяти героя Советского Союза Минаи Шмырева. Соревнования традиционно приурочены ко дню Великой Победы. Такие мероприятия очень важны для нас, для города, для области, потому что дети-спортсмены, они должны помнить, чтить память героев Великой Отечественной войны, особенно в преддверии такого великого праздника, как День Победы 9 мая. Турниру памяти Минаи Шмырева более 30 лет. За это время сложился постоянный состав команд участников соревнований. Многие из ребят когда-то начинали свою спортивную карьеру на дорожках бассейна «Молодость», а сегодня уже стали прославленными спортсменами. Среди них мастер спорта, участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Юрий Суворов. На нынешнем турнире ему была доверена почетная миссия поднять государственный флаг Республики Беларусь. Этим был дан старт соревнований. Основная цель этих соревнований, конечно, просмотр перспективных детей. Непосредственно, конечно, касается интереса у нас к нашим детям. Посмотреть, насколько они в разрезе других команд и других стран, и нашей Беларуси, будут выглядеть на этом турнире. Прошедшие те турниры, которые были до этого времени, показало то, что мы неплохо выглядим на этом уровне. Посмотрим в этом году, как наши дети этого возраста будут выступать на этих соревнованиях. Конечно, хотелось бы побед, но борьба есть борьба, поэтому мы будем стараться выступать лучше. За время турнира в трех возрастных группах разыграно 126 комплектов наград по различным видам плавания и 18 комплектов по многоборью. Важен командный зачет. Но каждый юный спортсмен держит свою планку. Я занимаюсь уже давно, три года. На этих соревнованиях я уже участвую не первый раз. Ну и больше всего я хочу победы выиграть на этих соревнованиях. Выполнила первый разряд, сейчас стремлюсь к кандидату. Ну и на этих соревнованиях в Витебске первый раз. Здесь хотелось бы занять какое-то место или кандидат получить. Наград у меня нет, но сегодня, может, третий, может, второй. Лучших юных пловцов нашей страны в ближайшее время ожидает немало важных стартов. Летом в Минске пройдет чемпионат Беларуси, а в Гродно – спартакиада школьников. Витебская команда в последние годы на первенствах по плаванию показывает достойные результаты. Редактор субтитров А.Семкин